Вернон Кинт Вернон Кинт Вернон Кинт Вернон Кинт Аппарат ведет себя неправильно Он обнаружил удивительные вещи Оказалось, что программное обеспечение для аппарата Который предназначен для того, чтобы дозировано облучать маленькие участки человеческого тела Это было написано ужасно По крайней мере, было найдено 4 ошибки, которые могли приводить к тому Что вместо единиц РАД Облучение составляло 1000 РАД И ошибки были довольно глупые Просто переиспользовались переменные Одни и те же для разных целей Были ошибки race condition Были ошибки целочисленного переполнения В общем, все то, что вы прекрасно знаете, как избегать И это ПО убило как минимум 6 человек Меня зовут Владимир Иванов Я занимаюсь тем, что проектирую системы, в которых Mobile Facing App Это главное приложение, которое видит пользователь И сегодня я хочу поговорить с вами о том, как дела в нашей IT-индустрии И, как вы уже поняли по первой истории, мы в не очень хорошем положении Но прежде чем мы будем во всем этом говорить, давайте дадим кое-какие определения Если вы попробуете пойти посмотреть, что такое IT-индустрия То вы не найдете четкого определения Поэтому пришлось давать его самостоятельно И мое определение это то, что IT-индустрия это сумма всех компаний Которые зарабатывают на информационных продуктах И плюс к этому IT-отделы всех остальных компаний Окей И чтобы не быть очень бессимистичным Все-таки пятница, хороший день Давайте подумаем, чего хорошего в нашей индустрии Кое-что есть Во-первых, несмотря на все там политические, военные и прочие кризисы У нас все хорошо, индустрия растет И тут по оценкам Гартнера Индустрия достигнет 4 триллионов долларов в 2019 году Звучит неплохо Второе Простые разработчики неплохо получают по меркам прожиточных минимумов, средних размеров, оплат труда и так далее И вы можете посмотреть статистику И плюс к этому нам позволяют работать удаленно Кто-нибудь работает удаленно? Ну, не очень много людей Я надеюсь, что вас станет больше Это классная возможность, потому что вы можете поехать на Бали И работать оттуда Если вам недостаточно жарко, то Android Studio или Xcode всегда вам помогут согреться Ну, несмотря на все эти вещи У нас есть проблемы И те проблемы, о которых я хочу поговорить сегодня Следующие Во-первых, это безопасность наших продуктов Это их качество И то, как мы относимся к тем людям, которые чем-то от нас отличаются Окей Давайте по очереди Первое, security Как вы думаете, сколько людей в 2018 году затронули утечки данных? Сколько людей данные утекли? Миллионов Десять миллионов Сколько? Десять миллионов Больше? Давайте Что? Сто миллионов Больше Сколько? Пара миллиардов? Нет, много Больше Больше миллиарда Больше миллиарда человек Слушайте, я думаю, это половина людей, которые пользуются чем-то информационным Это очень плохо И проблема в том, что новые утечки случаются каждый день Вы буквально можете найти в Телеграме канал, который называется «Утечки данных» И посмотреть, что там по одной или две утечки каждый день Каждый день И самая популярная история – это то, что просто сервак с данными торчит в интернете Как бы открытый, заходи, смотри Почему бы и нет? И раз уж мы с вами на Mobile People Day Вы говорите, что утечки данных, наверное, не из мобильных приложений Но они тоже контрибьют Здесь вы можете посмотреть статистику Хорошая табличка Достаточно известные люди Про Facebook все слышали Наверное, про Адхар Бридж никто не слышал Потому что это организация в Индии, которая с государством там взаимодействует Но у нее там миллиарда записей о людях утекло И, в общем, если вы думаете, что этот тренд останавливается, то это не так Давайте возьмем что-нибудь поближе Что-нибудь не про утечки данных Что-нибудь про мобильные приложения Кто-нибудь знает, что такое N26? Кто-нибудь слышал? Ну, не суть Это мобильный банк в Германии, достаточно популярный И они себя позиционируют Они так это не называют Позиционируют это как такой европейский Тинькофф У нас нет отделений Все через мобильное приложение И настолько все Что они даже двухфакторную авторизацию проходят на том же устройстве, на котором вы ее бросите Ну, почему бы и нет? Очень удобно И пару лет назад Эти люди Их приложение можно было назвать Сравнить с крышей на Витебском вокзале И если кто-нибудь не был в Петербурге То она просто вся в дырках Она течет, ужасная весь промолвчая Пока на поезд садился Вот у них пару лет назад Они, например, не использовали SSL-пининг Что позволяло там в секьюрити Исследователям просто-напросто Осуществлять простейшую middle Man-in-the-middle-атаку И смотреть, а чего там за данные Между мобильным приложением и сервером ходят И оказалось Ну, я уже упомянул, да Это same app for verification И оказалось, что API отдает на мобильное устройство Какую-то секретную информацию Которую даже потом не показывают Например, place of birth Город рождения человека И это было бы полбеды Но проблема в том, что Эти данные вы можете использовать Когда звоните в support Вы идете, смотрите эти данные в API Потом звоните в support Говорите, да-да-да, я подтверждаю Что это я Вот по вот этим данным Которые я обнаружил И дальше просите, например, поменять пароль Это приложение Или отключить приложение на каком-то устройстве И как бы это очень грустно Но самое грустное Это то, что Никаких оповещений О том, что это происходит Никому никуда не поступает Ни на почту, ни в приложение, никуда В общем, это ужасно Это вообще-то банк Это продукт, который управляет Вашими деньгами К счастью, они это все пофиксили Но, знаете, в русском языке Есть такое выражение Что ложечки нашлись А осадочек остался Вот Это тот случай Ну окей Вы можете сказать Ну я же не использую N26 Я не их разработчик И вообще Окей, Firebase вы используете? Используют Firebase Ну когда ты использовал Firebase Все Окей, окей, класс Вы знаете, что если вы его неправильно конфигурируете То есть не задаете там настройки доступа правильные То добавив И зная URL, да Вашего аппа в Firebase То дописав туда точка JSON Вы просто видите все, что у вас там лежит И просто как бы интернет-краулингом Вы можете найти кучу интересных данных Например, одно из исследований нашло Больше Почти 3 миллиона паролей Которые там лежали 4 миллиона Personal Healthcare Information Это ужас, да Это информация там О медицинских анализах Очень много информации о местоположении Финансовые записи И на сдачу там еще 5 миллионов логинов В социальных сетях Но и это еще не все Кто работает с Android Кто использует Download Manager Хотя бы в одном приложении Ну, кто-то использует Окей Для вас я сообщаю, что Вообще говоря, эта штука очень уязвимая И любой другой человек Как бы поставив свой app Может посмотреть А что вы там Назагружали через Download Manager И что самое плохое Вы можете увидеть там Образ обновления Для Android С ним что-то сделать нехорошее И как бы И все будет в порядке То есть оно поставится Ну и вы можете найти там Все access токены Которые используют приложения Чтобы качать что-то через Download Manager Это грустно Ну ладно Давайте немножко забудем про мобилки Давайте поговорим про IoT Как вы знаете Буква S в клавиатуре IoT Означает security Поэтому имеем то, что имеем Значит Если вы поищете там Типа Топ IoT hacks За прошлый год То найдете следующее Первая строчка Это Mirai.net И это просто удивительная история Значит Люди взяли 61 Самую популярную Пару Логин-пароль Не 61 миллион Или 61 тысячу 61 пару И просто стали сканировать 21 порт Или 22 Не помню По всему интернету За исключением некоторых сетей Потому что они не хотели Как бы получить По голове От определенных компаний И они нашли Миллионы IoT устройств Для которых Эти пары подошли И как бы Хорошее В этой истории Только то Что люди не хотели Там никого задодосить Или там Не знаю Отключить сервисы Хотя Там Восточное побережье Они в итоге Отключили на Несколько дней Они хотели Получить преимущество В Minecraft Небольшое Но Вы понимаете Масштаб трагедии Что можно сделать Имея такие мощности Дальше Следующий хак Это про то Что можно было Получить удаленный доступ К машине Производства Компании Jeep Выключить двигатель Отключить тормоза В общем Все что угодно Можно было сделать Следующая история Это про то Что можно было Перехватывать трафик Для определенного устройства Которое позволяет Вам следить за детьми И следить за Heartbeat За сердцебиением И Ну как бы Блин Это наши дети Это должен быть Как бы Первый приоритет Вы могли угнать Автомобиль Тесла Причем Делалось очень просто Есть видос Как бы Вот стоит Тесла Около дома Люди подходят Буквально с планшетом И телефоном Человек с планшетом Ходит вокруг дома И пытается Поймать сигнал От ключа От автомобиля Ретранслирует его На телефон С телефона Ретранслирует на Теслу Тесла уезжает Дальше вы отключаете Возможность удаленного управления Тесла И все Машина ваша Forever Ребята пофиксили это Там теперь нужно Пин-код вводить Когда вы садитесь В автомобиль Но помните про ложечки Да И последнее Самое веселое Я скажу очень мало Про это Когда мы говорим Про IoT Нужно не забывать Что в IoT Приходят люди Которые Делают секс-игрушки Есть даже термин Такой Теледелдоник Это когда вы через Bluetooth Можете управлять Секс-игрушкой Вашего партнера И звучит вроде неплохо Но если вы подумаете То компании Которые производят Эти игрушки Они как бы специализируются Не найти безопасности И они не знают Что получить доступ К Bluetooth устройству В котором не используется Шифрование Так же легко Как возбудить 16-летнего подростка И беда в том Что это как бы Просто вершина айсберга Там еще много-много-много Всего Можно Этот доклад Вот эту секцию Можно переделывать Каждый день Будут новые факты Не менее пугающие Поэтому первый вывод Который я хочу сделать Это то, что Мы с вами Как индустрия Не уделяем Достаточно Внимания Безопасности Хотя следовал Окей Пошли дальше Давайте Поговорим Про качество Наших продуктов Пока я готовил Эту статью Я пролистал Разные источники Один из этих источников Был Сайт Business Insider Если вы попробуете Открыть его С мобильного устройства Вы увидите Вот это Это конечно Беда Абсолютно Потому что Во-первых Когда вы его открываете Вы вместо контента Видите два поп-апа И они занимают 75% Экрана Ну это понятно Почему Потому что вам нужно Продавать iPhone XR Plus Но Все равно Плохо И когда вы Нажимаете На Вот этот I agree Я согласен То Страница Перезагружается Черт побери Люди Вы слышали про Аякс Что-нибудь Ну и к тому же Если вы попробуете Посмотреть это В Консоли Хрома То вы увидите Кучу отладочного Вывода Что в общем Тоже не красит Разработчик Всем пофиг Ну ладно Вы скажете Я не считаю Бизнес Инсайдер Меня не касается Окей Вы очевидно Ходите на конференции Если вы захотите Попасть на конференцию Например В French Kit Или хотели бы Там пару месяцев назад Вы бы увидели Следующее Если вы продолжаете Использовать сайт Вы позволяете Сервисы третьих лиц Я уверен Что Владимир Кличко Описал Вот это вот И выбор у вас Следующий Либо персонализировать Либо undefined Undefined Супер опция Я уверен Что у ребят Получилась классная конференция К ним пришло Not a number участников Они все слушали Доклад про null Ну ладно Кто-нибудь пользуется Твиттером На мобильном устройстве Вот я тоже Пользуюсь И Когда я листаю ленту Она лагает И у меня не Nokia 3310 Как бы У меня довольно Относительно Новый телефон В нем Черт побери Восемь ядер Что ты делаешь На восьми ядрах Что ты не можешь Проскроллировать Список гладко Инстаграму Например Это удается Поэтому Нечего гнать на Samsung Окей Второй вывод Который я делаю Это то что Наше приложение Недостаточно стабильное Они медленные Плохо выглядят У них не достает Функциональности Либо это Комбайн Как Неро-бернинг-ром И это грустно Окей Пойдемте дальше Давайте поговорим про Инклюзион Я хочу показать вам Коротенькое видео О, работает О, работает О, Я уже проверял Давай еще раз О, отлично Сейчас тут небольшое вступление Это между прочим Офис фейсбука И работает Человек на видео Говорит Too black Слишком черные руки Для диспенсера мыло Понимаете Российский диспенсер Производство 1861 года Окей В общем Как бы Поинт этого видео В том, что Ну, скорее всего Просто у них не было Людей как бы Другого цвета кожи В команде Которая это делала И Вывод такой, что Если у вас Недостаточно Разнообразная группа То вы не можете делать Нормальные продукты Понимаете Вам не хватает Другой перспективы И одна из историй Мы делали как-то стартапщик Он умер Но не по этой причине У нас Человек-спонсор проекта У него было плохо со зрением Поэтому мы специально делали Accessible app Чтобы там Шрифты скелились Чтобы это все было видно Чтобы когда это все отскелено Это все нормально выглядело И так далее И как бы Это один из доводов Но давайте снова разберемся С терминами Значит Вот есть такой термин Inclusive Или inclusion По-разному в интернете встречается Это Способность группы Принять людей Которые Чем-то от вас отличаются Может быть там Сексуальными предпочтениями Или музыкальными Или цветом кожи Или тем, что Человек ненавидит шахматы А вы любите И так далее Но как бы Вы открыты к этому Типа пожалуйста Окей И diversity Это когда у вас уже есть Типа такие люди Когда мы Немножко Немножко разные Мы все разные На самом деле Но самое главное Сейчас Это Это Gender diversity Это разнообразие По полу Потому что Потому что Это касается всех То есть вы можете сказать Ну вы знаете Там типа Белоруссию Украину Россию Не очень касаются Вопросы Рассы Потому что Мы не очень часто Видим People of color Нас это Не очень сильно Касается Пока Но пол есть у всех Поэтому Это касается всех И это не про Социальную справедливость Не про Page gap Это про то Чтобы иметь Разнообразные команды И Я вот сейчас Хочу провести Небольшой эксперимент Давайте посчитаем Сколько у нас Вообще Людей Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Тринадцать рядов По 12 человек Это примерно 150 Да Окей Давайте мы попросим Девушек разработчиков Встать сейчас Пожалуйста Давайте им поаплодируем Спасибо большое Что нас терпите Почему Я сейчас Я сейчас Расскажу Согласно Статистике Из всех Из всех Разработчиков В России Например Женщины Занимают всего 7% Ну это Не то Что вы хотели бы Видеть Правда В США Ситуация Немножко Получше Но Как бы Cultural Things Согласно Статистике Stack Overflow Их аудитория Всего 9% Женщин Это тоже плохо Есть еще Более грустная Статистика Что Через 12 лет После начала работы В STEM То есть Это Science Technical Mathematics И так далее 50% Женщин Уходят Ну это еще Можно было бы Как-то объяснить Потому что Если вы заканчиваете В 22 В 23 Институт Через 12 лет Вам 35 И природа Все равно Говорит Что Последний шанс Родить ребенка Давай И как бы Это окей И на самом деле Проблема в том Что общество Не знает Как женщинам Совмещать Семью И карьеру Это правда Проблема Никто не знает Ответа на этот вопрос Но как бы Вот этот факт Еще кое-как Объясним Но то Что вы не можете Объяснить Природными вещами Это то Что Женщины гораздо чаще Чем мужчины Уходят Из STEM Филд После всего Нескольких лет Работы Вы не можете Объяснить это Природой И Проблема В индустрии Проблема В нас И каким-то образом Мы отталкиваем Женщин И Блин Это просто глупо Вы можете Не верить мне на слово У меня есть Куча примеров Первый пример Это Из Презентации Насти Виксентайл Она кстати Здесь Сегодня С ней можно Поговорить Про то Что происходит На конференциях Вот Один из примеров Это типа А чего это у тебя Спикерский Спикерский Браслет Подумай Почему Не знаю Потому что я спикер Черт побери Но ты не выглядишь Как спикер Как должен выглядеть Спикер по-вашему Борода Обязательная Или что Тогда я тоже Не подхожу Или вот например Ты что занимаешься Криптографией Да Представляешь Как бы Больше примеров В презентации Я прикладываю ссылку Другой пример Это например То что делает Яндекс в России Они устраивают Метапы Но это единственная Площадка Которая почему-то Хочет управлять Приглашениями Да То есть Кто приходит И кто нет И оказывается Что они отклоняют Девушек Которые хотят Прийти к ним на метап Потому что Они считают Что Ну раз девушка Значит HR А значит мы не хотим А мы не хотим Видеть HR На наших метапах Кто вам дал право Вообще выбирать Почему вы решаете Что Ну и как бы Простые разработчики Тоже туда же Да Вот Типа люди позволяют Тебе отпускать Вот такие шуточки Как бы И Ну как бы Ну это просто Некрасиво Да Типа Имплай Что женщины глупые Ну как бы Ну это Эээ Типа Тебя мама воспитывала Вообще нет И кстати Вот здесь человек Обращает внимание На ученую По имени Кэти Боуман Если кто не слышал То это человек Который разработал И заимплементировал Алгоритм Который позволял Из огромного количества Научных данных Сделать фотографию Черт побери Черной дыры Как бы Это ачивмент И как бы И плохая история В том Что интернет Тут же набросился На нее И начал ей говорить Что это не ее заслуга А заслуга Ее мужчины Сотрудника Типа Что вообще Как бы Ребята Что у вас в голове Как бы Шейм И некоторые люди В публичных чатиках Позволяют себе Высказывания Что Да на самом деле Просто по природе У женщин Меньше способности К логическому мышлению Они объясняют это тем Что По статистике Типа Женщины выигрывают Меньше шахматных турниров Чем мужчины За весь 20 век И Знаете Есть в английском выражение This is wrong On so many levels Типа Все так плохо Во-первых Есть культурные предубеждения Которые говорят Типа Девочка Не занимайся шахматами Это исходит От их родителей Братьев и так далее И от преподавателей В шахматных кружках Во-вторых Женщины не получали Образование До 20 века В-третьих Даже Даже Если предположить Что У женщин что-то не так С шахматами Идите докажите Что это влияет На способность К программированию И вообще говоря Это просто не так Вот есть статистика По распределению IQ Между полами И как вы видите Если бы мужчины Были умнее Предположим В среднем То Этот график Выглядел бы не так Он бы выглядел так Что есть Распределение Которое чуть-чуть левее И чуть-чуть правее Но они одинаковые И разница только в том Что Сейчас Как бы Не соврать Что Есть больше женщин Со средним IQ Чем есть мужчин Со средним IQ И все На самом деле На этом распределении Не видно Но Также У мужчин Интересная вещь Есть больше Тупых мужчин И больше Умных Мужчин То есть Как бы Нельзя сказать Что В среднем Женщины глупее Или умнее Нет Есть разные точки В этом распределении Ну и к тому же Даже если предположить Что природа Как-то влияет На логическое Мышление У женщин Тогда Объясните мне Почему Это стало происходить Только в 1985 году Природа проснулась Такая Ага Типа Давай-ка Выключим Все Хватит Ракету На Аполлон Отправила Типа Иди Вари борщи Вот здесь Вот график Который показывает Что женщины Резко стали уходить Из компьютерных Дисциплин В 1985 году Это на самом деле Cultural thing Потому что Родители стали Почему-то Покупать мальчикам Компьютеры И из этого поколения Выросли люди Которые В общем В общем Это как бы Окей Вывод Третий Который я хочу сделать Это то, что Несмотря на то, что Нам нужно больше Девелоперов Индустрии в целом Есть оценки Которые говорят Что нам нужен Еще миллион Девелоперов Мы отталкиваем Самую потенциальную В этом плане Группу Женщин И это просто тупо Давайте перестанем Это делать И есть другие Как бы проблемы Есть там Расовые проблемы Есть проблемы Отношения К возрастным Девелоперам И так далее Но Пол это Самая первая проблема Которую нам нужно решить Окей Если вам недостаточно Как бы Описания того Как у нас все плохо В IT-индустрии Вот есть еще статья Там достаточно много Написано И про перформанс И про все остальное Вот Но сейчас Я хотел бы Немножко пуститься И пофилософствовать Жизнь Это страдания И не то, чтобы я это понял Когда я сегодня вышел Из поезда На Минском вокзале Нет Мировые религии Давно это выяснили Если вы посмотрите Там христианство Буддизм И так далее Они все это говорят И вы сами это знаете Потому что Практически каждый день В вашей жизни Происходит что-то плохое Там не знаю Кофе невкусный Или там Вы заболели Или начальник Отказывается вам Дарплату повышать Или Собака у вас умерла Или не дай бог Ребенок заболел Или У вас президент Тиран Или экономический кризис В стране Или война Или еще что-нибудь Или Чувак в Старбаксе Неправильно Ваше имя написал Как бы Жизнь страдания И есть несколько ответов На Как бы вопрос Ради чего вообще жить Если как бы Страдания вокруг Ответы следующие Первый это ответ Который нигилизм дает Он говорит Не важно вообще ничего Нет ни одной вещи Которая была бы лучше Чем любая другая А это значит Что ваша жизнь Бессмысленна И Это плохой ответ Потому что Ну вот как бы Вот 16 этаж Вот окно Типа вперед Это не то что вы Это не то что вы бы Сказали любимому человеку Правда Второй ответ Это Развлечение И это ответ На который идут люди Которые У которых черта Персональности Которая называется Agreeableness То есть Соглашательность Она очень низкая Эти люди Не согласны делать то Что говорят им другие люди И Они говорят Типа Screw you Я не буду делать то Что ты мне говоришь Мне это не нравится Я пойду играть в видеоигры И Это тоже плохой ответ И Кстати говоря Ну Раз уж я использую Отсылки к матрице То Вот Сайфер Он выбирает этот ответ Он говорит Да К чертям это все К чертям вашу борьбу Я буду суперзвездой В матрице И как бы Мне будет хорошо И фильм Показывает свое отношение К этому Ему приходится делать Плохие выборы Ему приходится Убивать людей По команде И в результате Это ничем хорошим Не кончается Потому что Это плохой ответ Это не работает Я потом После толка Смогу поделиться Personal history На этот счет И правильный ответ На самом деле Оказывается Что Ответственность Которую вы возьмете На себя Столько Сколько сможете унести Является ответом На вопрос А как бороться Вообще со страданием Как оправдывать Собственное существование Ответственностью За свое комьюнити За свою семью За свою профессию За свою индустрию И Вы видели Проблемы Которые Я сегодня описал И я хочу Чтобы Мы с вами Взяли ответственность За вот эти проблемы И начали их вместе решать И На самом деле Истории Которые рассказывает Человечество Они говорят Именно об этом Что Есть Некоторое Большое Страшное чудовище Которое обычно Представляется драконом Вы знаете Почему дракон? Потому что Главная Угроза Для приматов И кстати Не только для приматов Это змеи Да Потому что Они быстрые И они ядовитые И у нас На уровне Hardware Есть защита От этого Я потом Расскажу Что это Поэтому дракон Кстати говоря И дракон Во всех сказках Всегда Охраняет Что-то Очень дорогое Это либо Горшочек с золотом Либо прекрасная Принцесса Либо что-то еще Важное Именно Убивая дракона Вы находите Самое важное Для себя В жизни Но как Раз уж мы Программисты То Нашим оружием Нашим мечом Является Наше знание И умение Поэтому Я хочу Чтобы Завтра Или когда вы Придете сегодня С конференции Вы Что-то узнали Новое Что позволит Вам бороться С этими проблемами Которые я Перечислил Пройдите Security training Я даю Несколько ссылок Cosac Labs Касперский Лэб Пожалуйста Они все там Если они стоят денег Сходите к своему Кастомеру И скажите Что К своему Работодателю Скажите Ребята Это важно Давайте мы Пройдем Security training Нашей командой Прочтите Долбанную книжку Вот Ссылок куча Вот есть iOS application security Android security Internals Есть Книжки Про Криптографию Несколько Разных С разным Уровнем Вхождения Описания Необязательно Знать Матан Чтобы что-то Понимать Боритесь За качество Ваших Продуктов Если вы Не знаете Как Пройдите Чертов Курс В интернете Куча Платформ Где есть Курсы По UX По UI По всему Остальному И В отношении Inclusive Пожалуйста Делайте То Что я Пытаюсь Сделать Если Вы Видите Неправильное Отношение К Женщинам Или Другим Underrepresented Folks Whatever It Means Пожалуйста Явно Говорите Что Это Неприемлемо Нам Это Не Нравится Потому что Если вы Этого Не Делаете Вы Высказаться На Совещаниях Потому что Есть Это Наблюдение Есть Такой Байас Что Женщина Не скажет Ничего Умного Можно Не Слушать Ее Это Неправда Давайте Возможность Высказаться Женщинам На Совещаниях Помогайте Комьюнити Которые Тоже Работают Над Этим Проблемой Тысячи Найдите Что Нибудь Локальное И Придите К нему Скажете Я Осознаю Проблему Я хочу Помочь Что Могу Сделать Боритесь За Качество Ваших Продуктах Я Говорил Уже Про Икс Инженеров Есть Еще Техники Которые Позволяют Вам Успользовать Ваши Собственные Продукты И Не Не Переживайте Если Вам Будем Давайте Найдем Другой Выход Опять Найдите Какой Нибудь Курс По UX И Прослушайте Его Станьте Станьте Сильнее Поэтому Возьмите Пожалуйста Ownership За Свой Собственный Продукт Стойте До Последнего За Качество За Безопасность И За Инклюзион Ваших Продуктах В ваших Проектах Не Переставайте Учиться И Пожалуйста Если Вы Не Хотите Делать Мир Лучше Пожалуйста Не Делайте Его Хуже Он И Так Достаточно Плохое Место Выбор За Вами Если Вы Хотите Пообщаться По поводу Вот Этой Философии По поводу Mobile Development По поводу Solution Architecture Подписывайтесь В Твиттере В Телеграме Такой же Ник Читайте Мои Статьи На Medium И Если Вам Приезжайте На Конференцию Mobius Которая Будет В Москве 7-8 Декабря И Если У Вас Есть Что Рассказать Call for Paper Открыт Спасибо Самое Время Задать Вопросы Потому Что У нас Есть Несколько Чудесных Магнитиков Непосредственно От Нашего Комьюнити Mobile People И Напоминаю Что Все Еще Активен Квест И За Q&A Сессию Вы Тоже Можете Получить Стикер В Замечательный Табель Где Человек С микрофоном Где Руки С вопросами Вов У тебя Есть Вопросы Да Пожалуйста Спасибо Интересный Доклад У меня Есть Такой Вопрос Вот Вы Говорите Что Ну Нужно Улучшать Продукт Пытаться Его Сделать Больше Секьюрным Лучше По UX И Исходя Своего Личного Опыта Не Всегда Удается Добиться Своего Результата И Исходя Из Вашего Опыта Интересный Такой Вопрос Как Понимать Ту Грань Когда Ну Вот Нужно Топить За что-то И Если К примеру Тебе Говорят Нет То Как-то Либо С этим Мириться Либо Отходить Назад Либо Пытаться Идеть Вперед В общем Интересно Ваше Мнение Особенность Товарищеской Психики Такая Что У нас Есть Подсознание Когда Вы Делаете Что-то Не Так На самом Дале Знаете Что Вы Делаете Что-то Не Так Потому Что Голос Там Внутри Он Говорит Что Теперь Не Следовало Это Делать И Если Вы Видите Что-то Что Вызывает Такую Подсознательную Реакцию Что Господи Это Плохо Очень Вот То Наверное Не Стоит Это Давить И Попытаться Донести До Что Ребята Я не могу Это Сейчас Сформулировать Но Есть Ощущение Что Это Плохо Давайте Мы Немножко Подумаем Еще Например Давайте Подумаем Как Это Может Плохо Отразиться На Продукте Или На Наших Пользователях И Наверное Вот Это Грань Потому Что Четкого Рецепта Естественно Нет Что-нибудь Еще Я Кстати Не Сказал Но Опять же Возвращаясь К Матрице Нео Не Становится Избранным В момент Когда ему Говорят Что он Избранный Он Становится В момент Когда Он Решает Спасти Морфеуса И Морфеус В фильме Играет роль Такого Папы Да То есть Нео Спасает Своего Отца Из Бездны Из Лаб Дракона И В этот Момент Он Становится Избранным И Потом Когда Он Выбирается Короче говоря Из Ловушки Его Убивают И Это Тоже Очень Большой Символизм То есть Для Того Чтобы Стать Чем-то Большим Да И Весомым Чтобы Иметь Возможность Нести Ответственность Внутри Вас Должно Что-то Умереть И То Что Должно Умереть Это Наивность И Поэтому Я хочу Чтобы Вы Проснулись Чтобы Эта Наивность Умерла И Чтобы Вы Открыли Глаза К Тому Миру В Котором Мы Живем Еще Вопросы Добрый день Спасибо Я По поводу Хотел Уточнить Девочек Вот Вы Говорите Если Девочек Обижает Скажите Об Этому А Если Девочек Обижает Сама Девочек Ну Девочка В плане В плане Сама Себя То есть Мы Как Разработчики Мы Общаемся Есть Определенный Стиль Девочка В какой-то Момент Может Сказать Ну Я же Девочка И Все Вот Он Стереотип Именно Поэтому Не Всегда Но Часто С Девочками Не хотят Общаться Я Девочка У меня Есть Подребность У меня Есть Дела Что-то Такое Ну Как Извините Мы Мальчики И нам Надо Вот Это Для Разработки Что Делать Будет В этом Случай Конкретно А можете Привести Конкретный Пример Я Девочка И Что Я Девочка Мне Нужно Пойти Накраситься Грубо Говоря Я Не Могу Работать В Такой Атмосфере У Меня Вот Поехал Чойлок Ну Про Чойлок Мне Правда Не Говорили Но Такой Стиль Вот Такой Общий Девочкам Надо Быть Не Такими Как Мы Я Могу Прийти Потным И Грязным Девочка На Это Делать С Мне Кажется Если Вы Это Говорите На Работе Там Где От Вас Не Тебе Вы Гложенная Рубашка То Вы Не Белый Воротничок Вы Не Являетесь Чиновником На Работе Это Все Равно У Важная Компания Есть Такая Штука До Тех Пор Пока Вы Не Работаете С Клиентом Ваш Ваш Внешний Вид Он Важен Но Не Так Важен Но Если Вы Отказываете Кому То Неважно В Праве Комфортно Себя Чувствовать На Работе Вы Ущемляете Для Меня Этот Вывод Звучит Как-то Неправильно Типа Не Девочка Себя Обижает Она Себя Защищает Она Говорит Я Хочу Себя Чувствовать Хорошо Там Где Выполняю Свою Работу Good For You В этом Как раз Такий Нюанс Что Дополнительный Такой Минус Окей Давайте Все у нас Или последний вопрос Можно один вопрос Давайте последний Да Вот Вы проводите Собеседование И вы видите Девочка Намного Слабее Мальчика Разработчика Кого вы возьмете Я возьму Того Кто Подходит Больше Под Наши Задачи То есть Вы Пожертвуете Разнообразием Окей Окей Хороший Вопрос Подождите Я не пожертвую Разнообразием Я выберу Человека Который Будет Помогать Команде В данный Момент Лучше Неправильно Отбирать Женщин В команду Потому что Они Женщины Это Сексизм Наоборот Правильно Принимать Профессионала В команду Оказывается Женщина Прекрасно Мы очень Радуемся Если нет То Мы тоже Радуемся Потому что Мы наняли Профессионала То же самое Мы делаем На конференциях На самом деле Потому что Очень много Конференций Говорят Про это Что Давайте Больше Женщин Мы например Так не делаем Мы говорим Что Давайте Женщины Подавайте Заявки Если Они Хорошие Качественные Если Они отвечают Нашим потребностям В плане Конференции Мы с удовольствием Вас возьмем Мы стараемся Не смотреть На пол Давайте Все на этом Если что Меня можно Найти Будет Позже Спасибо Спасибо Субтитры